Всем привет, с вами Руботлев, и я представляю вашему вниманию полный гайд по магии разрушения в Скайриме. В этом видео я вам расскажу первое, о всех спеллах разрушений, которые есть в Скайриме, не считая парочки из Dragonborn, потому что я евреи купил обычную версию Скайрима. Второе, сделаю полный обзор на скилл 3 и все перки, которые там есть. И третье, расскажу о способах быстрой прокачки разрушения. Если вы хотите сразу перейти к конкретному моменту видео, то жмите на аннотацию на экране или на время в описании. Итак, начнем со спеллов уровня новичок. И первый спелл это пламя, вы получаете его с самого начала игры, за любую расу, за любой пол, что бы вы ни делали, вы все равно его получите. Представляет собой струю огня, которая наносит относительно мало урона и хавает относительно мало маны. В принципе, неплохой спелл для низких и иногда даже средних уровней. Второй спелл это обморожение, его можно купить у придворных магов с самого начала игры. В принципе, не сильно отличается от пламени, разве что наносит чуточку меньше урона и отнимает стамины. Ах да, еще один плюс, вы можете быть с Абзиро. И последний спелл с категорией новичка это искры, их также можно купить у магов, прям как обморожение. Действуют они точно так же, только вместо стамина отнимают ману. Какой из этих спеллов использовать, выбирайте по ситуации. Если вам встретился тролль, используйте пламя, если маг, искры. А если на вас замахивается главарь бандитов своим двуручным мечом, а вы третьего уровня, то бегите оттуда нафиг, зачем вы вообще туда пришли. А вы знали, что вы можете эффективно наносить урон этими спеллами, даже если у вас практически нет маны? Для этого просто стреляйте во врага и как только ваше попадание зарегистрируется, отпускайте кнопку и повторяйте. После этого враг будет получать урон еще пару секунд, а мана у вас практически не потратится. Теперь спеллы уровня ученика. И первое заклинание это огненная стрела, которую можно купить у магов или в самом начале игры, или после небольшой прокачки. Представляет собой фаербол, который наносит заметно больше урона и хавает заметно больше маны, чем пламя. В принципе довольно эффективный спелл на средних уровнях, но и за большой ценой маны не рекомендую спамять без определенных зачарований. Следующее заклинание это ледяной шип. Абсолютно идентично огненной стреле, но наносит урон холодом со всеми вытекающими. Следующее заклинание это молния. Абсолютно идентичны огненной стреле, только наносит урон молнией. Кто бы мог подумать. Следующее заклинание это огненная руна. Представляет собой мину, которую можно прикрепить на пол, на стены и даже на потолок. При приближении противника взрывается и наносит урон примерно в полтора раза больше, чем огненная стрела. Но при этом хавает очень много маны. Лично я не вижу большого смысла в этом заклинании, потому что за то же количество маны можно нанести намного больше урона огненными стрелами. Но возможно вы найдете этой штуки применения. Морозная грозовая руна, айтентичный огненный. Теперь поговорим о спеллах уровня адепта. И первый спелл это огненный шар, который можно купить у магов по приближению к 50 уровню разрушения. Представляет собой улучшенную огненную стрелу, которая наносит в два раза больше урона и имеет сплэш в 4,5 метра. Очень эффективный спелл для групп врагов на высоких уровнях, но для средних жрет слишком много маны. И следующий спелл это ледяная буря. Представляет собой медленно летящее небольшое морозное облачко. Опять же очень эффективно против групп врагов. Следующий спелл это цепная молния. Представляет собой молнию, которую можно запустить во врага или даже в землю, и она перекидывается на всех ближайших врагов. Следующий спелл это огненный плащ. Представляет собой баф, который дамажит всех врагов вокруг вас. Проблема в том, что магу в принципе нужно держаться на расстоянии от врага. Да и урона там мало, а маны жрет очень много. А теперь отказайте, чем морозные и электрические плащи отличаются от огненного. Правильно, ничем. И первый спелл уровня эксперта это испепеление. Его и все остальные спеллы этого уровня можно купить у магов в приближении к 75 уровню разрушения. Представляет собой неплохо так проапгрейшенную огненную стрелу, которая морально и физически аннигрирует все, что движется в радиусе прорисовки. Как уже понятно, очень эффективный спелл, который является основным источником дамага на высоких уровнях, наряду с другими спеллами эксперта. А следующий спелл это ледяное копье. Как и предыдущий спелл является улучшенной копией ледяного шипа, и также эффективно делает в драконах огромные сквозные дыры. Грозовой разряд делает то же самое, только молниеной с ней. А вот стена пламени мне показалась менее полезной. С его помощью вы можете поджигать пол, стены, потолок, да даже воду. И это такой-нибудь дамажит врагов, но по какой-то причине не будет дамажить вас. Может быть полезен, если вы собираетесь драться на одном и том же месте, но в других случаях есть спеллы и получше. Естественно, морозная и грозовая стена аналогично огненной, только морозная наращивает везде сосульки, а грозовая распрызгивает какую-то электрическую слизь. А теперь спелла последнего уровня мастер. И первый спелл это огненный шторм. Получить его можно после выполнения квеста ритуальное заклинание разрушения, которое можно взять у фаральды после прокачки вашего разрушения до сотни. Я настоятельно рекомендую вам загуглить прохождение этого квеста, потому что сами вы вряд ли вообще поймете, чего от вас хотят. Само заклинание представляет собой большое аое вокруг вас, которое кастуется очень долго и неподвижно. Проблема в том, что любая силовая атака противника может достанить вас и сбить каст. Так что рекомендую начинать кастовать его, когда противник еще далеко и только начинает направляться к вам. В принципе, довольно веселое заклинание, но очень неудобное и ситуационное. Буран действует похожим образом, только держится 10 секунд и наносит свой урон со временем. А вот Гроза с Молними сильно отличается от последних двух заклинаний. Она похожа на Искру, но требует очень долгого каста, как у Огненного Шторма, и в этот момент персонаж не может двигаться. При этом имеет самый большой ДПС среди магии разрушения. Именно поэтому она расщепляет любых врагов на атомы за пару мгновений. Однако вблизи, мне кажется, лучше использовать спелы уровня Эксперта. Теперь поговорим о скиллдрей и перках. И первый перк на новичок школы разрушения. Заклинания о разрушении уровня новичка расходуют вдвое меньше маны. Это очень полезный перк, и если вы собираетесь играть магом, я советую брать его на первом же уровне. Потому что он увеличит ваш потенциальный урон в два раза. А это очень полезно и очень много. Далее ученик, адепт, эксперт и мастер. Они делают то же самое, только на разных уровнях, очевидно. Их я советую вам прокачивать постепенно. Как будете качать разрушения, так качайте их. Но как только вы прокачаете свое зачарование до 100, что я очень настоятельно рекомендую, то вы сможете зачаровать свою броню на бесплатные касты. И все эти перки становятся бесполезными. Так что качайте их до тех пор, пока не прокачаете зачарование. Следующий перк это двойное разрушение. Он позволяет вам кастовать с двух рук. Это делает ваш каст немножечко сильнее, процентов на 10 примерно я замерял. И при этом он будет жрать в 25% больше маны. Но в принципе довольно полезно, его увеличивает ДПС. Особенно вот с этим вот перком Ударная Волна. Эта штука станет противников и это мастхвев, потому что она очень помогает многими противниками, особенно высокоуровневыми. То есть вы можете застонулочить дракона до смерти. Он приземлился и больше не взлетел. Это мастхвев. Далее вот эти вот три перка. Усиленное пламя, мороз и молнии. Это увеличивает урон. И это тоже мастхвев, потому что урон ваших спеллов не увеличивается с вашим уровнем. Только вот эти вот три штуки и зелья могут увеличивать ваш урон. Так что что я хочу сказать. Поначалу я вам рекомендую качать только что-то одно из них, и когда вы уже дойдете до средних высоких уровней, качать все остальное. Но мастхвев, как я уже сказал. Жаркое пламя. Обращает противника в бегство, если у него мало хп. По-моему, больше мешает, чем помогает, потому что мне не хочется коняться по всему Скайриму за бандитом, у которого мало хп. Я не знаю, если вы получаете от этого кайф, то качайте, но я не рекомендую. Глубокая заморозка. Она парализует противника, если у него мало хп. Это уже пополезнее, но все равно довольно бесполезно, потому что у него мало хп, и он уже труп получается. Но веселая штука. Ну а вот эта вот штука еще веселее. Дезинтеграция. Она превращает любых противников в горстку пепла. Причем у него должно быть мало хп, то есть если вы противник, пусть несли половину хп одной молнии, и второй его добили, и он не превратится в горстку пепла. Это, конечно, прикольно, когда гигантский дракон превращается в маленькую горстку пепла, но удача вам потом в поисках его в высокой траве. Так что берите на свой страх и риск. Ну и последнее. Последний перк, это мастер-рун. Вы можете ставить руны в пятеро большем расстоянии. Опять же, руны сами по себе довольно бесполезны, и в этой штуке я не вижу большого смысла. И, в принципе, со скилл 3 это все. Теперь поговорим о способах быстрой прокачки. Я настоятельно рекомендую вам просто выполнять квесты и защищать локации магии, потому что прокачка разрушения это настоящая боль. Если же такой вариант вас не устраивает, то прокачивайте его учителей. Главное, не идите фармить. Что ж, если у вас нет денег и желания защищать локации, но есть желание прокачать разрушения, то добро пожаловать в мир боли. И первый способ умереть от скуки, это купить лошадь, вывести ее в поле и начать делать с ней неприличные вещи. Я имею ввиду магии стрелять. Главное, поставьте сложность побольше и ждите 1 час, когда у нее остается мало хп. Второй способ похож на предыдущие, но имеет свои плюсы и минусы. Для этого вам понадобится максимальный уровень зачарования. Итак, зачаруем броню на бесплатный кастер разрушения и восстановления. Берем в одну руку пламя, а в другую исцеляющие руки, и зажимаем обе кнопки, стоя перед лошадью. Минус этого способа, вам нужна сотня зачарования. Плюс, вы можете положить что-нибудь на мышку и идти на кухню из пельмиши. Все прокачается медленно, но без вас. Собственно, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. И обычно в конце видео я не прошу поставить лайк, но это видео заняло у меня кучу времени, и я буду рад, если вы оцените. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.